Харе Кришна! Я бы хотела поделиться своим опытом чтения книг Шилы Прабхупады. Я никогда не любила вообще читать книги, но это знание, оно настолько интересно и притягивает, что всегда я искала способы, как себя вдохновить, как получать этого знания больше. Я всегда искала способов, как меня впечатлить, чтобы читать больше. И в 2014 году хочу рассказать о таких группах совместного чтения, которые очень помогают. Одна из этих групп была создана в 2014 году. До сегодняшнего дня они читают утром Шримад Бхагаватам, полчаса, по-моему, не знаю, может что-то сейчас поменялось. И тогда это у меня было еще перед работой. И ты целый день потом думаешь об этом, даже находясь где-то в таком социальном мире. И потом приходишь домой и вечером чтение по Бхагавадгите. И ты ложишься спать снова с мыслью о Кришне. И это то, что помогало мне вначале просто удержаться в этом, вообще удержаться в том, чтобы духовную практику как-то зацепиться за нее. И вторая группа, имея вот этот опыт, мы сейчас создали другую группу. Из того, что новые преданные, они бы хотели лучше познакомиться больше с этим знанием. А мой гуру Махарадж говорит, что если вы изучите Бхагавадгиту, то это все, что вам нужно. Что в этой книге есть все знания, которые нам необходимо, чтобы достичь высшей цели. Все книги очень важны. Все книги очень важны. Шрила Прабхупада, он был бхакти-ведант, он имел ученые степени. Шрила Прабхупада, он был бхакти-ведант, он был очень высокий. И он через огромный-огромный вот этот пласт своего знания, он дал нам вот в этих просто маленьких кропельках, таких доступных для нас. И все, что мы сейчас просто не успеем охватить даже. И так много знания, что мы даже не сможем найти время, чтобы просто грызть. Мы можем получить в этом таком сжатом-сжатом формате. Мы можем получить в этот очень конденсен формат. И мы создали вот эту группу, чтобы мы читаем где-то 15 стихов подряд, это много. И потом берем тему, какой-то смысл из этих стихов. И обсуждаем. И эта группа называется «Бхагавадгита в нашей жизни». И мы обсуждаем это с точки зрения практического применения в жизни. Это также благодаря моему куратору, который является профессиональным психологом. И старший преданный, который давно практикует. И она помогает соединить вот эту нашу реальную жизнь. С этим знанием, с этим духовным знанием, которое дал Шива Праупада. Вот. А та первая группа, я может чуть-чуть перескочила. Первая группа, о которой я говорила, я бы еще хотела сказать, что эта группа создали в Беларуси, в маленьком городе. Но разным-разным способом люди со всего мира подключаются к этой группе. Хотя так не планировалось. И там есть один-два человека, у которых большой очень вкус к такому чтению. Которые уже все эти года ее поддерживают, эту группу. Но можно увидеть, там другие люди, они меняются. Приходят, уходят. И они не уходят в основном в никуда. То есть они становятся иницированными, преданными. И они только через вот эти вот чтения развиваются в духовной жизни. Но мы можем увидеть, как они развиваются, инициатива, развиваются в духовной жизни. И это была просто инициатива такая, просто спонтанная, которая много лет вот развернулась в такую. Такая простая, спонтанная инициатива, которая развивалась и продолжает так много лет. Это знание, оно на самом деле творит чудеса. Поэтому, пожалуйста, читайте книги Шилы Прадхупады. Ищите разные способы. Ищите разные способы. Если не можете сами читать, то просто ищите способы, как это делать с другими. Совместно. И очень важно обсуждать то, что прочитали. И очень важно разговаривать. У нас в храме мы каждый день участвуем также в лекциях по Шримад Бхагаватам. И у нас такой регламент, что лекция до 20 минут мы оставляем... Лекция длится час, до 40-ой минуты мы даем лекцию. И в нашем складе мы имеем, что лекция будет только 40 минут, а 20 минут мы обязательно обсуждаем. Это не вопрос-ответ, это совместное такое обсуждение, погружение. И правила обсуждения тоже таковы, как это ко мне относится, как в моей жизни. Потому что это знание, оно живое. Оно очень практичное. Это на самом деле есть настоящая жизнь. И это реальное жизнь.